Александра, какие женщины нравятся? Вот если бы в вашей власти было взять любое абсолютное? Ну, вас, например, бы взял. Нет, ну честно, я... Ну, я честный. Я Лариса Гузеева, это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Алла, Елена и Надежда. А женится у нас Александр. Здравствуйте. Проходите. Александр, 48 лет. После развода не держал зла на жену, но затаил серьёзную обиду на приёмного сына. Александр – инженер-программист, владелец компьютерной компании, увлекается политикой и состоит в обществе трезвости. Считает, что программа «Давай Поженимся» творит с мужчинами чудеса. Александр не свяжет свою жизнь с самовлюблённой толстушкой, женится на аккуратной, привлекательной женщине с хорошим вкусом и без маленьких детей. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Это первое чудо, которое творит программа «Давай Поженимся» с мужчинами. Спасибо. А какие ещё чудеса, по вашему мнению, творит наша программа с мужчинами? Ну, как, на вашей программе единственное место, где мужчины добровольно хотят жениться, по-моему, это единственное место. На земном шаре? А так вас прямо палкой гонят в ЗАГС? Ну, да. Но, в принципе, у меня никого не было знакомых, который бы добровольно хотел бы сказать, я хочу жениться. Бедные мужчины. Что ж за женщины им попадались? Ну, вы-то добровольно женились? Ну, да. Я думаю, что каждый мужчина хочет жениться. И жили себе, поживали? Да. Детей рожали? Да, да. Сколько? Ну, у меня одна дочка, ей 10 лет, зовут Вероника. Да, и взяли жену с ребёнком? Да. И вот однажды сидите, смотрите программу, ну, как обычно. А она вам возьми, да и скажи под руку, что? Что на этой передаче действительно вот серьёзные невесты и серьёзные женихи. И, в принципе, как бы сказать, что, ну, как бы не котируясь на этой передаче. Вы не будете котироваться? Да. Это на вас для чего? Для чего она вас так подначила? Нет, это была просто шутка. И, в принципе, я заполнил анкету, через 12 часов мне позвонить с вашего канала, я и доложился. Так вы женаты, что ли, к нам пришли сейчас? Нет, я сейчас три года в разводе, это тогда было. Это просто была шутка. А, да, я забыл, что программе ты уже 100 лет водят. Ну, да. А развелись из-за чего? Ну, развелись, ну, у человека другая любовь появилась, и она ушла. Голос приятный, мне нравится очень у него. А мне понравилось, что он цветы подарил. В Голландии. Как жену зовут? Оксана живут. Оксан, вот вас тянули за язык, скажите, пожалуйста, вот для чего вы это все заварили? Вот сидит сейчас жених, прекрасный жених, и ведь уйдет с кем-нибудь. Так она тоже не в накладе. Да, конечно. И вот вы воспитали ее дочку, да? Нет, дочка совместно, сын. А сейчас обида почему на него? Ну, как вот, знаете, вот это получается, когда вы же всегда женщине говорите, что ничего страшного нету, когда мужчина должен, может расти чужих детей. На самом деле сложность заключается в том, что вот так растешь и растешь, и он уходит, и все, и с концами. Вообще-то мы с ним похожи. Если взять общие черты лица, то мы с ним похожи. Он на дедушку похож. Он похож на моего отца. Да. Вот что. Александр, а сегодня, я надеюсь, вы серьезно к нам пришли за выбором невесты или так поглумиться, приветик жене передать? Нет, я не хочу никаких приветов передавать. В принципе, уже три года прошло, для приветов, по-моему, время уже ушло. И, в принципе, я никаких претензий, ни зла, ни черт, ни нету. Что же случилось, что она вдруг на сторону стала смотреть? Ну, дело в том, что мы работали вместе, но, в принципе, вот совместное дело было. И уже наступает такой момент, когда, ну, люди приедаются друг к другу, и, в принципе, из-за этого, я считаю, что она ушла. А я вот не очень поняла, это из-за обиды к пасанку у вас теперь нежелание женщину с маленькими детьми? Нет, просто, понимаете, я, как бы, ну, не хотелось бы вот воспитывать чужих детей. Просто я уже этот опыт имею. Послушайте, ну, либо должна быть женщина с проблемами, у которой до сих пор не родила, понимаете, либо совсем молодуху, юную. Ну, либо женщина от 50 и старше, у которой дети уже взрослые и уже не нуждаются в том, чтобы их растили. А зачем, если мужчине 48 лет, ему нужна от 50 и старше женщина? Именно, я-то это понимаю, я просто про то, что какой вариант вы сами видите. Вам нужна такая возрастная? Ну, почему, разве это возрастная? 48-50. А, то есть вы нормально смотрите на ровесниц? Конечно. Вы первый мужчина, мы вам памятник поставим. А мы сейчас этого есть. Нет, при чем памятник? Просто, если женщина одинакового возраста, с ней всегда проще. В плане того, что не надо быть воспитателем, не надо быть, там, отцом для нее. Это равное отношение, прежде всего. Да, мы тоже так думаем. Вот видишь, насчет взрослых детей он говорит, что, ну, лучше всего, конечно. А вот вы в обществе трезвости состоите, что, проблемы, что ли? В смысле? Почему обязательно, если состоять в обществе, в каком-то обществе должны быть проблемы? А я не знаю, просто я никогда не была. Ну, вы же задали вопрос, отвечаю. Нет, у меня было, потому что я попал в это общество, я бросил там курить. Я три года, три с половиной года не курю. А, как здорово. А что вы можете, как купец, вашей будущей невесте предложить? Куда приведете, что есть у вас, на что живете? Ну, есть, квартира есть, есть куда приведете. Вы Москвич? Нет, я из Белгорода. А, значит, жена, ну, все равно какая бы иногородняя будет, к себе позовете? Ну, конечно, к себе. И бизнес у вас такой? Нет, ну, в принципе, ну, я занимаюсь программным обеспечением. Дело в том, что, ну, как бы сказать, не обязательно к себе, ну, если уже так принципиально можно... А, то есть вы на территории жены тоже готовы переехать? Ну, да, ну, желательно все-таки на свою территорию. А у вас что, подождите, у вас квартира большая? Ну, четырехкомнатная. А, ну, там, конечно, хорошо, четырехкомнатная. Александр, какие женщины нравятся? Вот если бы в вашей власти было взять вот любое абсолютное? Ну, ну, вас, например, бы взял. Нет, ну, честно, я честно. Я честно. Да? Да. А за какие качества? Лариса очень разноплановый человек. Да, действительно, разноплановый. Наверное, за язык, скорее всего. Вот, действительно, очень острый язык, умный, и действительно, такие женщины нравятся. Спасибо. Мне это очень приятно. Да, я считаю, что у меня есть достоинства с возрастом появились, за которые мужчина меня может взрослый полюбить. Я хорошая хозяйка, хорошая мать. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну, я дома необыкновенно скучная. И я не сыплю остротами. Моя дочь говорит, мам, дома ты или орешь, или плачешь. Да ладно. Да? Да, потому что все уходит вот, все сюда. Ну, да, в принципе, да, здесь эдергисты, понимаете? И муж меня никогда с накрашенными ресницами не видел. И у тебя двое почти маленьких детей. Ну, мне кажется, мам, ты подходишь. Я думаю, подходит. Она у нас тоже очень добрая, рассудительная. За словом в карман не полезет. Да, умная. Александр, вот смотрите, семья имеет четыре этапа. Сначала молодожен до рождения детей, потом родительский период, потом опустевшее гнездо, ну и когда один из супругов умирает. Вот вы находитесь в периоде опустевшего гнезда, ну, если вы были бы женаты. Вот какая женщина вам, собственно говоря, могла бы подойти в возрасте опустевшего гнезда, чтобы она удовлетворила ваши потребности? Та, которая вкусно готовит, у которой есть время на ваше хобби, отдых, ну, развлечение, ездить куда-то с вами и так далее. Ну и, соответственно, еще была, ого, в сексе. Ну, я имею в виду, желанно в этом вопросе. Ну, чтобы тело там было более-менее, ну, чтобы не в темноте, не в ночнушке и так далее. Это как раз, Ларис, а что ты думала? Да. Это как раз женщина до сорока. Я бы не подошла точно. До сорока, да. Еще с двумя детьми. До сорока без детей. Пускай будет лучше масса вопросов, но зато будет готовить и все остальное. Да, я думаю, что ему такая вот женщина, такая домашняя, да, такая уютная, чтобы все. Домашняя, уютная. Вы человек действительно сообразительный, смышленный в хорошем смысле слова. Бываете резкими на выражение, бываете очень громким в быту. Я бы вас назвала вредноватый мечтатель. Это значит, что с вами, конечно, женщина может договориться, но вы иногда бываете поглощены своим видением жизни и к вам не достучаться. Удивительно еще одно. Вот ты сказала, либо кричу, либо плачу. Вы или кричите дома, или жалеете женщину, или находитесь с ней в душевном каком-то родстве и способны действительно... Слушайте, но дружить мы точно можем. Абсолютно уверена в этом. Почему я говорю, что люди тянутся, видимо, к тем качествам, которые в них уже есть все-таки базово. Поэтому вот рука чувствует родственную душу. Да, я тоже противница теории, что тянутся друг к другу. Да, противно. Да, противоположности. Поэтому нам сегодня нужна женщина душевная, способная выносить те моменты, когда вы бываете вредным. Но насколько вы к этому готовы, я бы хотела сейчас проверить, просив вас вытащить одну карту. Это будет средство, ну, диагностики. Здесь только младший Аркан и Таро. Замечательная карта. Присаживайтесь. Десятка кубков. Она в целом говорит о том, что вы эмоционально полностью созрели для того, чтобы иметь насыщенные семейные отношения, чтобы дом был полной чашей. Вы и к детям готовы, и ко всему. И как раз это прям про меня. Это прям про меня. Хочешь, проинтерпретирую? Туз Жезлов. Это значит, что ты находишься в самом начале какой-то темы действия. То есть ты что-то хочешь начать, активно действовать в каком-то направлении. Это некий новый проект в своей жизни, я предполагаю. Роза. Четверка кубков. Пресыщение. На самом деле тебе все надоело, тебя от всего тошнит. Да. Судя по всему. Точно. И ничего нового уже не хочется. А я хочу сказку написать. Правда? Длинную, с продолжением, да. Да, у моего ребенка, когда рос старше, был такой персонаж, добрый волк Коля. Как он был одинокий у меня мальчик. Сидел, мама его вечно работала, и к нему однажды пришел волк, добрый волк Коля. И вот все с этим связано. И я сама прямо увлекалась и засыпала. Ну, интересно, а Георгий будет что-то такое, наверное, подрисовывать. Здорово. Да. Проходите, знакомьтесь с первой невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. Меня зовут Алла. Мы с вами почти земляки. Надеюсь, наше знакомство будет не напрасно. АПЛОДИСМЕНТЫ Алла, 41 год. Владелица интернет-магазина по продаже спецодежды. Гордится своей дочерью и мечтает открыть еще один бизнес. Увлекается кулинарией и фитнесом. Предупреждает, что опасается мужчин-коллекционеров. Дочь Аллы называла отчима папой. Но это не останавливало его от насильственных методов воспитания ребенка. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Аллочка, ну все-таки ваш бывший муж, наверное, завоевал авторитет у дочери. Да. Раз она его называла папой. Или это по вашему настоянию? Нет. Сама захотела. Сколько ей было лет? В 10 лет девочка сказала, мам, может, я буду называть Диму папой? А родной папой где был в это время? Ну, с родным папой он очень давно уже не живет. Когда дочерь была... То есть она с ним не встречалась? Нет. И как папа Дима к этому отнесся? Ну, я говорю, ты подойди, у него сама спроси, если он захочет. Вот она подошла, спросила, он говорит, да, конечно. Я не поняла, у него красные лямки отбрызгалтера. Тихо-тихо-тихо. А потом вдруг откуда жестокость в этом папе появилась по отношению к девочке? Ну, вы знаете, я не хочу обвинять здесь Дмитрия. Здесь, скорее всего, виновата девочка, потому что очень тяжелый такой подростковый период был. Ну, то есть непослушная. Ну, и пару случаев. 14 лет она рвалась в какие-то ночные клубы, мы ее не пускали. То есть, ну, влияние нехороших девочек, которые на улице с ней познакомились в школе. Вы видите, как здорово, что ваш муж боялся каких-то страшных ситуаций. Я не пускал, был категорически против. Она, то есть, была, ну, знаете, как неуправляемая, ничего не могла сделать. Ну, то есть без него вам было бы хуже с ней, да, и тяжелее справиться? Ну, тяжелее. Пока только плюсы одни. А что это был за случай, когда она пила воду, и он... Ну, это даже... Просто был такой случай, когда дочка меня назвала дурой. И он услышал это слово, и она в этот момент пила воду из чашки. Он ее ударил, просто получилось, что он ударил ее по чашке. Рассюг ей нос, ну, краем чашки. И она, у нее течет кровь. Я, конечно, испугалась, бегу за ней. Она плачет. Он тоже в испуге. И у нас, ну, с того момента начались такие конфликтные ситуации, скандалы. Скажите, а просто сесть за стол и сказать, друзья мои, я вас люблю обоих. И тебя, Дима, и тебя, дочка. Но если ты, моя дорогая, не перестанешь разрушать наши отношения, я должна буду пересмотреть как-то свою, да, свою жизнь. Ты хочешь видеть меня несчастной. Что ты хочешь вообще? А за что она вас назвала дурой? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что это все началось с того, вот она познакомилась с одной девочкой в классе, которая была очень плохого поведения, то есть занималась плохими, там, нехорошими вещами. Выпивала спиртное, да, и употребляла какие-то там порошки. Вот, и когда мы начали, то есть начала таскать ее по ночным клубам, мы говорили, что ты еще маленькая. Но выходило так, что просто она шла к ней ночевать якобы. А в каком это городе происходило? Это в Москве все. В Москве? Ну, конечно, ей пришлось пострадать. Да, страдалась. Дорогая моя Аллочка, я пока не вижу такой страшной причины. Ну да, промахнулся, заступаясь за вас. Мужчина поставил ей синяк. Но она немножко заслужила. Да, вы знаете, Лариса, здесь даже дело не в этом. Это просто начало переходить как бы в норму, наверное, с его стороны. А что ему оставалось делать? Она беспредельничала. Да, можно сказать, она беспредельничала. Вы замалчивали эту ситуацию? Нет, потом она мне просто поставила ультиматум. Она сказала, что он мне не отец, он не имеет права меня бить, он мне никто. Либо я, либо он. А она выводила его из себя специально? Как вы считаете? Ну, она выводила его из себя. Она, понимаете, в чём дело? Он младше вас? Да, он был младше меня на 5 лет. Вы с дочерью пробовали поговорить, что она разрушает вашу... Да, конечно. Конечно, я с ней разговаривала, но дело в том, что просто он не уступал ей, а она не уступала ему. Вы знаете, во мне сейчас борются два человека. С одной стороны, я, конечно, на стороне дитя всегда. Я бы не променяла своего ребёнка. Но с другой стороны, если вы любите, если мужчина был достойный, и вы понимали, что это пубертат, что всё это закончится, а у вас вместе с её переходным возрастом закончится ваша личная жизнь. Сколько сейчас дочери лет? 18. Она успокоилась? Да. Вот сегодня уже, ну как бы с позиции взрослого человека, что она вам говорит? Прости, мама, что я разрушила твою личную жизнь? Ну, она мне не так говорит, но он говорит, мама, я много ошибок делала, совершала много плохих поступков, я сейчас понимаю, что я... То есть, понимаю, что была не права во многом, я сейчас исправляюсь, и да, конечно, я виновата. Возможности этого самого Диму найти? Или он уже устроил свою личную жизнь? Ну, Дмитрий сейчас у него своя семья, то есть девушка там есть с ребёнком. Почему он вас отпустил? Нет. Вот видите? Очень долго он ездил, он из провинциального города Пенсии, каждый выходной ездил. Сожалеете? Да. Это трудный выбор, встать на стороне и мужа, и дочери здесь, и дочку нужно пожалеть, конечно, и мужа терять неохота. Да, да. Магазин «Ликин» с Сашей, я родом из Курской области, а Белгород у нас рядом. Нет, вы поедете из Москвы в Белгород. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, всё будет зависеть от того, насколько у нас будет взаимопонимание. Ну, естественно, послушайте, вот при лучшем разограде, что вы влюбляетесь. Я думаю, что родительские чувства всё-таки надо больше прийти здесь, чем вот на своё женское. А вот у меня вопросик. Вот вы почему-то мечтаете открыть продуктовый магазин. Все мечтают салон красоты открыть. А что продуктовый-то? Я вам отвечу на этот вопрос. У меня был горький опыт в открытии салона красоты. Я покупала готовый бизнес и потом закрыла. Дело в том, что доход салона красоты не покрывает всех расходов, которые за аренду... А продукты люди едят всегда. Ну, вы знаете, с продуктами тоже высокая конкуренция. Не начинайте этот бизнес. Вот уж извините, позволю себе дать вам совет. Не начинайте. Это не ваша сфера. Не будете удачны в этом. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна или традиция? Семейная традиция. Есть? Да, у нас есть семейная традиция. Можно посмотреть видео. Давайте посмотрим. У меня также, как у каждого человека, есть свой скелет в шкафу. А это называется... Я храню все свои старые очки, фотографии, квитанции, договора. Также у меня есть фотографии моего молодого папы. Тоже очень старая фотография, которая лет 50 уже, потертая вся, старенькая. У меня жалко его бросить, я ее не клею. Просто храню в вещах для... Вот в таком-то своем сундучке и чемодане, которое называется скелет шкафу. Послушайте, во-первых, все это в чемодане, в маленьком. Это никому не мешает. На самом деле, может пригодиться какая-то бумага, которой не хватает. И я ничего в этом страшного не вижу. Но каждый человек имеет право коллекционировать то, что ему интересно. Вытащите, пожалуйста, карту Таро для себя. Спасибо. Чудесная карта, изображающая двоих милоиграющих детей, шестерка кубков. Она говорит о том, что вы во многом живете воспоминаниями. Это на самом деле карта такого душевного обращения к прошлому. Все-таки не расстались вы еще мысленно с Дмитрием. Я думаю, что не зря сегодня эти вопросы задавались о том, сделали ли вы выводы, можно ли вернуть ее как-то обратно. Я думаю, что воспоминания – это хорошо, но они все-таки должны уходить в прошлое. Нужно открываться новым. Я отпустила. Хорошо, если так. Сюрприз покажете? Да, я хочу показать сюрприз. Но мне нужно переодеться. Если только скоренько. Хорошо? Спасибо. А Алла готовить имеет? Да. Она очень вкусно готовит. Неоднократно мы с ней встречались, встречались у нее на квартире, и она мне угощала, столы накрывала. А вот этот вот интернет-магазин, это она дома работает, что ли? Да. Но я знаю, что она еще открыла фирмы, по-моему, даже две. Скажите, пожалуйста, Ань, лучше другое, а вот сегодня дочка вьет веревки из матери? Ну, между нами. Ну, сейчас нет. На самом деле я с ее дочкой училась в одной школе, в одном классе. Мы вместе колледж закончили, поступили сейчас в университет. Да, в школьные времена... Сейчас даст матери возможность быть счастливой? Сейчас, да. Она, в принципе, в школьные времена, она, честно скажу, она начала гулять, она очень изменилась. Она училась сначала на отлично, потом она скатилась. Но какого-то такого у нас с ней общения близкого не было. Спасибо большое, мне достаточно. Сюрприз готов, давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Задумал, да старый дед, друг раз женится отду. Сидел, думал, 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 друг раз женится. Сидел, думал, думал, думал Другой раз жениться Ну, давай, давай, давай! Включайся! И! Лена, я думаю... Так и не допела, да, немножко? Я думаю, Лена, я думаю, у тебя будет самый снабжительный звук Спасибо! Спасибо! Забирайте подружку и не забудьте цветочки Спишем на волнение В конце концов, вы не в программе голос Передумал дед жениться Таня, я позорю Она же вам песню-то пела? Передумал он жениться Почему это? Может быть, Александру понравилось Она нам сказала, молодой Вот ты там подону гуляет Казак молодой, нет, она им успела Дед, дед, думал, дед жениться АПЛОДИСМЕНТЫ Понравилось тебе? Да, понравилось Приятная девушка На самом деле он сильно устремленный Готов, видишь, нового ребенка Как бы воспринять Ну, очень адресно по поводу детка-то В общем-то, ну, наверное, договорки по Фрейду были у нее Не поедет она В Белгород Не для этого в Москву приезжала Милая, милая россиянка 41 год, прекрасный возраст Стройненькая Хочет любви Слабая Но вы знаете То, что она выбрала ребенка А не мужчину Где-то внутри У меня вот По отношению к ней Такое тепло А потом Счужая семья Ну, а что ей нужно было Выгнать дочь свою Которую колбасила в этом возрасте Да нет, я к чему говорю После молодого Ты знаешь На возрастного Не особо ценно У них разница? Да я нет У нее был молодой А Саша у нас На семь лет Люди умнеют У тебя тоже был молодой Люди умнеют Но у меня никогда старее не было Мамочки Я позорилась Ну, что это такое? И что у нас Астрологически Мне сложно увидеть Хотя бы крупицу Совместимости Вашей с Аллой Я думаю, что С точки зрения Человеческих качеств Какого-то опыта Того, что вы росли Выросли Зрели в одной стране И имеете какой-то Более-менее сходный опыт Понятный Наверное, вас Это может свести Но Большого человеческого тепла Сразу И Какого-то Большого притяжения Мужско-женского Я боюсь Что здесь может не случиться Поэтому В той ситуации Когда может свести Только опыт Нужно сходиться Только если нет Совсем других вариантов Вот Минута общения Знакомства Мы еще не знаем Кто он Что он Что нужно обсуждать Проходите Знакомьтесь Со второй невестой АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте Александр Надеюсь Наша встреча Не случайна Я видела Эту встречу Во сне АПЛОДИСМЕНТЫ Я решила большую ошибку Уверена Делаем так Садовая Я обещала И близкие люди Ужас Это день Ночь Это звонки СМС Понятно Я не знаю Это дочь Его первая Дочь от первого брака Это все время Еще нам очень повезло Она жила в соседнем квартале От улицы Где я сейчас живу То есть его теща там И он постоянно туда бегал А ребенок начал вдруг болеть Через день Плохо учиться Папа забери меня со школы И папа то Папа то Папа помоги учить Ну это было Нет я не спорю Пусть пожалуйста Я всегда за Если он С ребенком общается Я никогда против Не буду этого Это должно быть правильно Почему Не выяснили отношения Не договорились Что-то сразу Объясняла Просила его Такое ощущение было Что ему это нравилось Мне кажется Она симпатичная Нормальная Интеллигентная женщина Мне кажется Наоборот Они будут неплохо Смотреться вместе Долго у вас Были отношения Ну Мы полгода Были знакомы Мы вот Поженились Мы вот Прожили И вот Какие-то Проблемы Проблемы Они потихонечку Накапливались Со временем У нас Вот связаны Ну а просили его Не ранить вас Конечно Очень просила А он что Ничего особенного Подумаешь Ну сходил Ничего особенного А через сколько развелись Ровно через год Вот так можно Да Отношения закончились Увидеть Соцсети Фотографии Вмешаться в жизнь Всегда Всегда Идет Ну Это эгоистично Получается Хотела спросить У вас ведь дом Да А это вот вам Какой первый муж Или второй муж Или вы кредит брали Нет У меня был маленький старый домик Он остался от бабушки У нас наследство Ну То есть кредитов у вас нет Нет У меня кредитов нет Мы потихонечку Его строили За год За два Фундамент подлили Стены подняли А в Белгород поедете В Белгород Дочки оставите Дочки дома так оставлю Поеду А сколько дочек лет 14 Скажите пожалуйста Лен А он вас легко отпустил На развод пошел Или согласилась легко Дело в том Что я вообще заставила Его с любовницей На годовщину подачи Заявления нашего ЗАГСа Я пришла к нему с шампанским А он там С другой девушкой А то есть И не с бывшей женой И не с вами Вообще совершенно нет У меня Я говорю Я говорю Дорогой У нас годовщина подачи Ну поругались Давай мириться А он говорит Познакомься Это моя новая жена Я спрашиваю А я кто? А он говорит А ты никто Я Моложе? Да Молое ты? Ну я не знаю Примерно Наверное 33-35 Ты моя дорогая Ну с двумя детьми она Не знаю что С маленькими Кстати Моя подружка Детство позвонила Своему мужу А он Не выключил телефон Ну как-то там Кнопка Был с женщиной И она все слышала Я говорю Почему Не убрала телефон Она говорит Рука Не мела Я все слышала Она говорит Я не могла ничего сделать Что ты думаешь До сих пор живут вместе Потому что там Либо поубивали в 20 лет Либо поумирали от алкоголя В 22 Поэтому те кто остались Они конечно на расхват Дорогая моя Ну достойный жених я считаю Он там уже родил дитя В той семье Ну мне конечно Очень хочется Чтобы они были Вместе счастливы Потому что мне кажется Она как вариант Для него подходит По мне так нет Александр так похож На моего папу Это одно лицо Мы когда увидели Даже за лысину Даже за лысину Большая идея Никто его дедом Не называл Первая пела песню Про деда А это про папу Про папу А сколько вашему папе? 75 И он работает еще И он еще работает И очень хорошего бонуса Свидание наедине И скелет шкафа Скелет шкафа Ой Есть только кредиты Какие-нибудь на стороне Кредитов у меня нет Фотография Мужчина Жених без лица Почему? Дело в том Что в настоящий момент Я еще официально замужем Но За неизвестным человеком Нет такого человека За которым я замужем То есть Нету такого человека У нас произошла ошибка В документах Мы получили свидетельство О браке И там сделали ошибку В документах То есть Я замужем А сразу не рассмотрели? Которого нет Так вот Получается Что нет его Паспорт на одну дату Свидетельство о браке У нас на другую дату Мы собрались Подавать на развод А А нас не могут развести ЗАГС Получается По документам Она замужем Непонятно за кем Да Давай поженимся В вашем мобильном Советы от наших экспертов По телефону 0736 В любое время Пока реклама А как давно вы развелись? Или размыслив Мы разошлись Сколько прошло время? Я не могла подать документы Потому что Он должен был У него ошибка Он должен был подавать А может быть Именно об этом Ваша погибшая сестра Предупреждала Василис Я честно считаю Что близкие родственники Не зря к нам приходят Какая странная ситуация Ты любишь Избавитесь Это она сейчас В процессе развода Пришла на программу Но она решила Уже для себя Что там она разведется Проходите Покажите сюрприз Карту вытаскивайте до этого Сначала карту? Да Могу из-за вас вытащить Но это будет неправильно Тройка кубков Ну не знаю По поводу готовности К дальнейшей супружеской жизни Но то что в ближайшее время Вас ожидает Дружеское застолье Или в народе говоря Пьянка Это точно Может быть тоже Поприятие Ты веришь в гадания Такие Предсказания По картам? Они не на все сто процентов Бывает что Как карта Вот она сейчас Ляжет так Но прислушиваешься В принципе В принципе да Александр Давайте представим с вами Что мы дома В уютной обстановке Вы после работы Пришли Устали Присаживайтесь Вот сюда присаживайтесь Ну и вы решили посмотреть Что вы забыли В офисе доделать Открываете ноутбук И вы как будто бы Работаете в этот момент Да А я вам говорю Саша Закончился рабочий день Давайте мы с вами Давай мы с тобой Немножко отдохнем И я тебе предлагаю Сделать массаж Гуаша Нефритовыми палочками Массаж лица Чтобы ты расслабился После рабочего дня Ну нестандартный Такой сюрприз Сейчас я тебе Постили подушечки Нет Головку мне вот сюда Положи пожалуйста Вот и все Да Вот Вот как я хотела И мы с тобой Делаем массаж Расслабляющий Можешь закрыть глазки Тебе будет очень приятно Что там за палки Я тебе От этого кожи говорят Это очень приятная процедура Обалденно приятная процедура Отдыхают глазки После нее Ты посмотри Как она это Расслабляется Молодец Сейчас его расслабит Сейчас его расслабит Мозг у него выключится Мозг у него выключится Все хорошо Молодец Что мужчине еще нужно Готов будет ко мне Что мужчине еще нужно Надеюсь только если у вас все сложится Обещайте это делать каждый день А то это будет первый Он же Это необходимо делать Для улучшения кровообращения Александр Это был мой сюрприз Для вас И еще Для того чтобы вы были здоровы Я вам Дарю бальзам На травах Настойных на травах Хороший подарок Спасибо большое Вот наши женщины какие Дочка Забирайте цветочки И доходите в комнату Вот так вот Александр Наши уральские женщины Понравилось? Да Хорошая девушка Что там звезды? Звезды И тройка кубков Которую она вытащила Говорят что Есть гибкость Есть готовность И желание подстраиваться Под мужчину в отношениях Но не хватает стабильности И понимания самого Вот как это стабильно Как строить семью Но я думаю что К сожалению Это отсутствие опыта Того самого Очень хорошо Что она постаралась Быстро избавиться От своего супруга Прохиндея Но теперь Необходимо еще самой Зафиксироваться В своих эмоциях И будучи гибкой Понять Где та граница За которую она Не пойдет В отношениях с мужчиной Где моменты Которых она прощать И терпеть не будет Но и как она хотела бы Выстроить именно Постоянные отношения Потому что я В вашем случае Дистанцию между вами Вижу как Некоторую проблему Все таки это далеко Я когда делала ему массаж У меня какая-то Про какая-то искра Такая прошла Между Вот именно Вот в этом моменте Знакомьтесь С третьей невестой Здравствуйте, Александр Рада нашей встрече У Ирина что встреча Это не просто так Спасибо Надежда 42 года Педагог-воспитатель В частном детском саду Гордится своими детьми Любит путешествовать И отдыхать на природе Мечтает о своей квартире Муж Надежды Был слишком жесток С ней и с их общими детьми Не выдержав Постоянного насилия Сбежала к родителям Надеется Что Александр Благородный мужчина Здравствуйте, Надежда Рада вам Здравствуйте Ведущий Я хотела бы вам Подарить от нас Небольшую Клинин Спасибо большое Вы удивительно молодо Вы выглядите Для своих лет Ничего редактора Не перепутали Нет Клинин 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 Да Действительно 42 Ты скажешь, что ей 42 года Ну Знаешь, я тебе хочу сказать, что А почему нет? Но она на ложе не выглядит В чем проявлялась жестокость Вашего мужа По отношению к вам и детям? Жесток он был Когда поднимал руку На меня При детях При детях Ну не просто Да Даже руку Он мог брать Вообще армейский ремень И в общем Использовать За что? На ровном месте? На ровном месте Да, я там Могла просто Учила-училась Была студенткой Ранний брак, да? Ранний брак, да Приходила домой Он был ровесник старше? Он практически ровесник Да На год постарше был Приходила Он говорит Ты детей оставила Поэтому вот Заслуживай Вот По отношению к детям Конечно Я это как-то Еще могла к себе Какое-то время терпеть А на детей руку поднимал? На детей руку Было так Что он Просто дети маленькие Родились А у вас в близнецах Двойняшки, да Девочки И просто Ну, сами понимаете Дети, они же капризные Они крошенных детей тоже лупят Двое там Не спать ночами И Не отдыхать Не есть И не получать Сразу начался Вот этот семейный ад? Практически И сразу, как я родила А женились по любви Или просто забеременели случайно? Ну, мы встречались с ним В какое-то время Ну, не так долго встречались Ну, да, конечно Приятный был человек Не проявлял никакой жестокости Абсолютно Было адекватно Ну, дети были Ну, как бы желанные Или случайные? Дети были желанные Ну, я забеременела Он как ответственный мужчина Женился на мне А, он сейчас сидит и думает Вообще, нафиг я сюда приехал Что-то у меня здесь вообще Ничего не светит Сколько сейчас детям лет? Детям 21 год А, взрослые Да, они уже взрослые А они поддерживают отношения с отцом? Абсолютно нет А после развода Пытались с кем-нибудь Построить отношения? Доверились к какому-то другому? Долгое время Я просто не могла Ни с кем Связать свою жизнь Потому что дети были маленькие Надо их поднимать Было воспитывать То есть вообще не до этого Было и разочарование такое Что страх просто всковывал И что вот снова так вот будет Просто это молодость Появился женатый мужчина Потому что никакой ответственности? Я думаю, что просто был старше Для здоровья был? Гораздо старше был человек И думаю, что более ответственные будут относиться То есть не будет такой жестокости Ну хорошо, но он был женат Да, мы познакомились с ним Оказывается, что жена Думала, что это все ненадолго Как флир такой Ну затянулась на 10 лет Он вам помогал материально? Помогал материально, да Подруга какая-то грустная сеть Сейчас где живете, Надь? Я сейчас живу в Санкт-Петербурге Там квартира? Нет Снимаете? Да А сами откуда? Ну, из Тюменской области Скажите, я думаю, что если с Александром все сложится И он вам предложит поехать к себе Вас, наверное, мало что держит в Питере, да? Ну, я думаю, что я так путешествую Ну, там как служится В Белгород поедете? В Белгород, ну, почему бы нет? А штамп паспорти ставить будете? То есть официально? Ну, если такие отношения серьезные будут, что... Нет, вы предполагаете ставить? Ну, я думаю, что, конечно, да Почему бы нет? Девочки пристроены? Нет, еще учатся Но у них есть молодые люди, с которыми они... Ну, пока нет Но тянете вы их? Отчасти, да Живете вместе на съемной? Ну, да То есть ухаживаете все равно? Котлетка с пюре? Ну, да Девочек ждет всегда, да? По-моему, мы все увидели, что он действительно хорошая кандидатура На будущего мужа Я считаю, что ваша совесть чиста и для Александра, как он озвучивал свои требования, вы идеальный вариант Потому что вы абсолютно маложавая, девочки взрослые, вы ничего такого в жизни страшного не натворили Милая, открытая, мягкая, правда? У вас остался один бонус Свидание наедине Проходите Наташа Давно дружите? Мы с Надей работали какое-то время Были коллеги В общем-то знакомы примерно уже 10 лет Дети любят ее, наверное, невозможно, да? Очень Она сегодня приехала ко мне в гости Мы две мои девочки Вот, ну, мне кажется, души не чают Сразу расположились к ней Она такая мягкая Очень И выглядеть будет, кстати, хорошо до старости Девочка? Нет, она, у нее, да, такой тип Мне кажется, сколько я ее знаю, она не меняется Чем любите заниматься? Ну, в основном я занимаюсь компьютером И занимаюсь фотографией Мне нравится фотография В принципе, мои хобби Вот Ну, так Ну, если в гости пригласить, тебе поедешь? Почему нет? Да, да Ну, это же бы небольшое путешествие Я люблю Люблю путешествовать, да С ней на обстановке А когда ты можешь? Ну, когда это? Ну, в зависимости от ситуации Когда сейчас на работе Можно вообще спокойно Хоть, ну, не прям завтра Ну, это все решаемо Да Ну, каждый говорит Ну, мне кажется, что Надежда заслужила Вы счастливой женщиной Я говорю это много лет ей Что когда-нибудь уже настанет твое счастье Да, вот такая жертвенность Потому что, конечно, слушая ее И глядя на нее Ну, слезы на глаза накрадываются И кажется, где справедливость Когда уже у Нади будет счастье Почему? А в жизни нет справедливости Всегда из двух зол надо выбирать меньше Ну, хочется в это верить Хочется верить в эту сказку Ну, верьте дальше А тот, кто хочет себе счастья Он все делает для этого Он не сидит Действует Вот мы пришли сюда Надеемся, здесь Надя найдет свое счастье Очень хорошо Надечка, что за сюрприз А, так вы такая умница Сразу идете показывать Молодец Хорошая пара будет Александр, я живу в Санкт-Петербурге Поэтому хочу подарить вам путеводитель по этому красивому городу А сейчас я приглашаю вас на небольшое импровизированное путешествие Этот город дождлив Но все же прекрасен Здесь Финский залив Архитектурой он красен Романтики полон И люди простые Влюбляются В виде мосты разводные Культура кругуру Прекрасен пассаж Легко вдохновит Поход вермитаж Захочешь остаться Очаруешься очень Гуляя по Невскому В белые ночи Все мечтают о том Что в стенах Петербурга Найти Обрести Наконец-то друг друга На самом деле Вот как бы Без кривления души Я говорю, что Она для своего возраста Прошу, скоротнилась Вы же стройные дети Встрослые А что ей С вами Александр Прогуляться пойдем Может и мы здесь Друг друга найдем Есть примета Если хочешь вернуться К какого-нибудь места Нужно кинуть монетку Я предлагаю сделать это Нам с вами Александром вместе И может мы Окажемся там Вдвоем В скором времени Вот монетка Держите И нужно ее бросить в фонтан Назад сюда С отцов На счет Раз, два, три Раз, два, три Спасибо, Даша Вот вам замечательный Спасибо Спасибо, девочки Проходите Мне кажется Правильный был выбор Да Свидание наедине Да Александр Вы не просто Смотритесь вместе Как-то Да Вот какой-то от вас Как от пары Идет Такое тепло Мне кажется И вы заслужили Быть счастливым И она Вот какая-то Наидостойнейшая Совершенно Прелестная Вот для меня Она Без изъянов Милая Хорошая мать Хорошая жена будет И ее ничего не держит Дочек выучила Она все в своей жизни Исполнила И при этом молодая Сорок два года Я прям вас буду уговаривать Вам-то понравилось? Да, конечно А что Роза скажет? Какая вам разница? Мне интересно уже А что скажу Мне хороша Невеста Вон Культурная Будете вон По музеям ходить В общем-то Ну При личной встрече Он Абояшка Я скажу Такой приятный Мужчина Ты совсем другой Как вот на этом Такая атмосфера доброты Боже мой А что там Звезды не будут Злой Василис Ты хочешь правды Или доброты Нет, я хочу правды Безусловно Добр Гороскопически А у нее Юпитер Водолея Она Ну как бы Самой природой Склонна водолеев уважать Это значит Что вам Если вы выберете ее Как минимум Обеспечено Ну некий пиет Уважение Почитание с ее стороны То есть такое теплое человеческое отношение Но я боюсь, что Какой-то страсти Может не хватать Ну я думаю, что немножко ошибаться Страсти, конечно Страсти Они Страсть может и вспыхнуть Да Вам не с кем советоваться Поэтому смотрите на нас Выразительно Мы вам будем подавать Сякие знаки Роза, кого советуешь? Ну Надю надо Пристраивать И чего Она От нее проблем Меньше всяких И подстраиваться будет И есть меньше всех Судя по всему Ну в целом Нам всех героиней нужно Пристраивать Я советовала бы вам Серьезно подумать И над возможностью Зайти к Надежде И над тем Чтобы связать Возможную жизнь с Еленой Надежда единственная Не вытащила карту сегодня Я сейчас Пока вы говорили Сделала это за нее Сделала и ахнула Вытащила Десятку монет Ты посмотри Это одно лицо просто С нашим главным героем Вот опять скажешь Подстава Вот ни капли Ни подстава Это сигналы Несмотря на то Что я до того Как вытащила карту За Надежду Хотела рекомендовать вам Елену Вот сейчас Я полностью убеждена Просто Что все-таки Звезды Судьба Ситуация сегодня На стороне Елену ты хотела Из бредности Чтобы поперек меня Нет Нет ни капли Надя Все на твоей стороне Просто Просто Все ведущие На твоей стороне Посмотри Ой у вас столько времени было Чтобы решить Кому пойти В любом случае Мы вас Александр поддержим Проходите Владимир Дорогой мой А что вас заставило Сначала развестись Со своей женой А потом снова на ней жениться Острых ощущений не хватает Потому что она сексом Хорошо занималась Знаешь как виртуозно Правду хотела Я то точно Это Лариса Я ждал этого вопроса А как вы думали У меня досье на вас Так что давайте О как Я предлагаю всем выйти Поддержать Александра Я надеюсь что ты пойдешь Со мной в Белгород Все возможно У нас есть пара Александра и Надежда Если вы одиноки Или вам понравился Кто-то из участников Сегодняшней программы Пишите на сайт Первого канала А я Лариса Бузеева Желаю чтобы Любимый человек Обязательно сказал вам Давай поженимся Удачи Удачи Продолжение следует...